Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги Иисуса сына Сирахова Я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет И у нас продолжаются такие наставления практической мудрости Здесь в 14 главе мы читали довольно много разных поучений Которые закончились премудростью Что вот человек будет жить с премудростью Поставит около нее палатку, вобьет гвоздь в стену Чтобы свою верхнюю одежду вешать в ее жилище Будет ей укрываться от зноя То есть тот будет с ней неразлучен А как это? Боящийся Господа будет поступать так И твердый в законе овладеет ею То есть премудростью Быть твердым в законе Господнем значит владеть премудростью И она встретит его как мать И примет его к себе как целомудренная супруга Напитает его хлебом разума И водой мудрости напоит его Вот уже она даже не просто дома и укрытия Она ему самый близкий человек Он отвердится на ней и не поколеблется Прилепится к ней и не постыдится И она вознесет его над ближними Его и среди собрания откроет уста его Веселье и венец радости И вечное имя наследует он Как все будет хорошо с премудростью Понять бы еще как этого достичь Не постигнут ее люди неразумные И грешники не увидят ее Во-первых, не будь дураком и не будь грешником Далека она от гордости И люди лживые не подумают о ней Во-вторых, не гордись и не лги Пока что у нас такие ограничения От чего нужно избавиться для того Чтобы овладеть премудростью Далека она от гордости Люди лживые не подумают о ней Неприятно похвала в устах грешника Ибо не от Господа послана она Будет похвала произнесена мудростью И Господь благопоспешит ей Немножко такой архаичный язык Но понятно, да То есть когда хвалит грешник Это ничего не значит Это не настоящее добро А нужно подождать, пока кто-то мудрый тебя похвалит От чего еще нужно отказаться Чтобы начать приобретать премудрость Не говори, ради Господа я отступил Ибо что ненавидит он, того ты не должен делать В смысле, не надо оправдываться высшими целями Человеку свойственно говорить Это ради блага чего-то высшего Ради того, чтобы во всем мире наступил мир И я делал эти гадости Нет, для Господа, для благой цели Зла не делают Не говори, он ввел меня в заблуждение Имеет в виду Бог Ибо он не имеет надобности в мужа грешном То есть я не понял Это Бог меня обманул Из-за этого я согрешил Нет, так не бывает Всякую мерзость Господь ненавидит И неприятно она боящимся его Он от начала сотворил человека И оставил его в руке произволения его То есть он власти над человеком Если хочешь, соблюдешь заповеди И сохранишь благоугодную верность Он предложил себе огонь и воду На что хочешь, простри руку твою Такая немножко обрывочная здесь речь Но я думаю, что общий смысл понятен То есть человек свободен в своем выборе Одновременно он в руке Господа Но и в своем выборе он свободен Такое вот антиномическое, как сегодня принято говорить, представление Пред человеком жизни и смерти Чего он пожелает, то и дастся ему Как это? Разве человек волен, например, продлить жизнь в час своей смерти? Наверное, жизнь и смерть понимаются не как физическое существование Но как такой экзистенциальный выбор И в этом выборе человек волен Велика премудрость Господа Крепок он могуществом и видит все Очи его на боящихся его То есть он следит за теми, кто его почитает И он знает всякое дело человека Никому не заповедовал он поступать нечестиво И никому не дал позволения грешить Вот с чего начинается этот отрывок Тем он и заканчивается Никакая высокая глобальная благая цель Не оправдывает мелких гадостей Это не от Бога Вранье, если так говорят Субтитры создавал DimaTorzok